угадайте где и у кого в гостях и напишите в комментариях заходите на канал вадим южный поток много интересного у меня немножко состояние не рабочие вчера яблоко выпили как говорится на постах не отняли не говори где-то это как раньше на советских радиостанциях было написано внизу внимание противник подслушивает надо уже продегустировать по-другому но за рулем я за него да что поделать и недаром все континенты рукоплещут труженикам нашего большого лета выпьем мы феврале остатки всегда сладки чего совсем наливать буду что ты вадим вот сила воли не хотела выпьет не хотела выпьет а до встречи это ж надо же пока всегда завидую ему что у него столько сырья для нашего общего дела конечно белой зависти но я вам скажу это все тоже нужно обрабатывать все это делать это не так просто пришел он сразу налил и это у меня столько времени уходит так что смотрите кому интересно бочковая тема фруктовая вот это вот все ну я пока еще в просторах интернета не нашел такого человека у которого был бы столько информации и столько опыта с этим тут сочетание у человека сразу многих качеств хороших это и по нашей нашим оборудованию и по производству таких замечательных напитков ну андрюха пуху напидал на меня конечно ну ничего страшного кому-то я конечно вот как андрюхи там как симпатизирую нормально в общем а кому-то наоборот у кого-то жаба вот это вот все да есть такие но это только говно человек может такое сделать главное чтобы не под дверь владик диван эксперты больше так скажу ты покажи сам что ты делаешь как нет только бля а знаете что самое интересное есть в телеграме где мы с тобой общаемся ты заметил как их вообще нету как я только напишу они появляются знаешь это вот клоны они вообще там не диалоги не ведут вот сейчас напитки дома у Сереги я уже там месяц или сколько ну не общаюсь я не общаюсь и эти люди тоже там их нету я сейчас люди написать вот это там есть зло или как дьявол он натуре дьявол я ей говорю как ты блядь блядь сиди там за компьютер дьявол как говоришь с тобой блядь общаться блядь стрёмно блядь надо креститься блядь перед чем написать и ты заметил как только я напишу в воздухе появляется и там еще один такой это клоны это вот кто там кто-то из администратора по любому клоны они сейчас он слышит это увидит я ей говорю вы клонов этих не запускайте вы гады они вообще там не пишут ничего пока я не напишу но больше хороших людей и подписчиков вам огромное всем спасибо за поддержку что нас поддерживаете вот приезжайте в феврале на знак качества и будете пробовать напиток да 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 на знак качества приезжайте друзья не пожалеете там очень много будет хороших людей больше чем тех которые плохими поэтому как бы это я вам советую напитков у меня 40 у меня будет у меня ликера будет ассортимент огромный что вы такого не пропадаете это на самом деле и человек может вам рассказать вообще абсолютно все что вас может интересовать по нашему делу сейчас они готовятся стоять на холодке осаживаются и все и думаешь как бы не привыкнут настолько ну на следующий обратно хочется уберите ее она льется понимаешь что это хорошо это ротафия получилась абрикосовая я не знаю что это такое потому что сама брикосовая салаткая вкусная дыня дыня своеобразная кстати дыня вот ротафия не понравилась мне почему-то ликер да может у нас такая дыня она знаешь тыкву тыкву дает и все тыкву тыкву если азиат 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 или бочки дыны мягкий может просто не раскрывается вкус может быть арбуз я ну вот прошлогодний арбуз вкусный вкусный и вообще вот его весь выпили осталось как раз на выставку с собой возьму пол литра сегодня осталось так чтобы успеть приезжать осталось у меня это я в том году который делал арбуз и я кстати его сразу раз выпили и забыл вот в этом году и в этом в этом году мне не понравилось не понравилось какой то он не такой может постоять ему надо этот тут настоялся постоял блин такой я расправляю и хочу на выставку возьму пускай люди попробуют вот а то там как раз в некоторых темах в телеграме говорят как раз вот как раз эти клоны и говорили помнишь эти клоны как раз и говорили все знающие да придем попробуем такие мухмылы ну придите и попробуйте со своей минуточку будь добрый помедленнее я записываю это кто наверное пресс а проще г заебали всех с этими анализами гх уже просто да ты сдать да че сдавать ты че блять не понимаешь какой у тебя напиток получается говно или хороший сколько что содержится мы че анализы что ли пьем да да вот это вот все заебли уже с этими анализами гх блять я не знаю честно скажу взял у человека угостил меня не я взял угостил тоже знакомый тут живет рядом со взял тоже перегонял на 8 нему вроде бы по логике вещей испортить напиток там невозможно если только первый раз делаешь там их обманутом у вас бог этих голов для тебя вышли с утра я был бы мог поделить от подушек вот честно и для человека уверены мне блять испарил то что блять нет у меня все не может быть такого примеру свою там еще у человека который занимается совсем они не могут быть у вас у всех одинаковые даже по сути сырья и вот даже этот простой сахар с этого не получается одинаково у каждого свой напиток ну это понятно это по-другому не может быть да вот вчера сколько да вот пили в ведро наверно да блять с магазином бы если бы пили не встали блять все и на то что голова тут болит нет просто яшка тоже много и все ну отравление химическое ну да да а голова там болит или даже нет такого и не будет потому что вот свое хорошее надо кучу рябову позвонить в прическанке там блять доехал блять не доехал вчера тут кино снимался доехал блять как вьетнамец блять с железным шлемом молодец ну можно посетить как говорится человек с юмором блять да Костя красавчик блять с ним с ним не соскучишься он его гнездочек не слил блять на голове блять пытался пытался он все отгонял отгонял да что ты уже блять похуде я сейчас пожарим блять без него было бы скучно тоже подписывайтесь на кабан сделал его не надо было он за рулем блять кстати блять вот он уехал а кабану то я не налил блять пиздец ну мне уже блять масло были ни яблок не насыпал блять не налил да вот обидно кабан да не обижайся в следующий раз обязательно налил блять феврале феврале точно прям любой ассортимент 40 этих бутылей будет разовый блять закуски да она и так мягенькая идет наверное вот такие мы простые друзья а тут сижу вот слюной дам не в коем случае не в коем случае ребят честно не знал что привезти у человека есть все думаю своими напитками тем более не удивишь думаешь от аппарата что-то подарит думаю у него производство своё ну чё тут брат с твоими руками не пускай это нормально мы едут пожарим да что-то с ребятами сделают пожарят и еду давайте ребят за вас спасибо что приехал блин еще увидимся в феврале обязательно совсем не увидимся дай бог здоровья всем вам ребят вот какой на душе радость да занимаешься когда и получается офигенный напиток да и ты балдеешь от этого сидишь хайфуешь ребят занимаетесь нашим общим делом блин штуки хорошие получать да если делать кстати хорошо делать надо да вот многие нас спрашивают отвечают конечно вот там один человек писал хвосты перерабатывают у него всего лишь две по полметра и еще там сетка ты что можешь переработать я говорю ты до 50 лет нормально не сделаешь не то что блять это самое еще и хвосты перерабатывают представляешь ну по большому я надеюсь что человек поймет что хвосты надо перерабатывать я как перерабатываю мне собирается много хвостов я заливаю куб разбавляю если они крепкие но они крепкие никогда не бывают я их после желая у меня всегда они 10 процентов я быстро переголки с небольшим креплением первую делаю потом вторую делаю кистоту сбрасываю потом вторую я уже разбавляю еще один ну я не говорю что я делаю три четыре раза это представляет потому что подумаешь что я не нормальный может быть но я делаю это три-четыре раза укрепляю до 85 до 90 градусов уже укрепление да еще раз разбавляю до 20 и еще раз кидру и еще раз кислота прям воняет а потом уже после четвертого раза я попробовал уже не надо больше четвертого раза уже нет кислоты ты понял все после этого только я ставлю на рептификацию вы заметили сколько затрат затрат за хуя как бы у человека у него фруктовые там можно что-то еще на сахаре не надо выкиньте и все получается в хвостах там 20 процентов минимум всегда остается сам ароматный такой интерес конечно поэтому есть смысл заниматься этим я даже когда делаю дробную перегонку уже еще именно четвертый когда все укрепление я понимаю что не надо рептификацию делать она такой напиток я на пульсах ставлю метр и 4 дюймовую полную насыпарио у меня получается 15-16 килограмм колеса меток десятка и я на ней делаю дробную перегонку именно эти хвосты и понимаешь что ее можно пить но я этого все равно не делаю я знаю что если этот анализ сдать там будет говно если вы по вкусу говорите что ты питьевой ты не знаешь что по факту она действительно хорошая нет друзья никогда такого не было не будет этот ход и я после этого еще раз разбавляю до двадцатки ставлю на рептификацию насадочную колонну 3,5 метра на другую умову я делал и делаю рептификацию с отбором по-разному 2-2,5 литра в час вот этот уже рептификат у тебя подачи сколько? 4 киловатта а 4? я думаю больше нет в районе 4 киловатта вот 3,5-4 киловатта что такое вот после этого эти хвосты я делаю с них рептификат можно что-то с них на настойки и на литеры применить даже в бочку если она даже в бочку если она ну такой лайтовый что-то ни в коем случае не надо его пить блять ребят я беру дистилляр делаю что вам мало продукции из которых сделать блять это хвосты только на рептификацию а головы блять нет я умудрялся голову переговнял делал тоже ну не надо головы выкиньте их нахер вам что блять это самое жалко каких-то блять 2-3 тысячи такой так вот я и говорю лучше действительно потратьте там 2-3 тысячи купите блять сахар там или яблоко и сделайте 10 миллионов не перерабатывайте вы эти блять головы в жопу их нахер честное слово вот у меня собираются блять охренеть сколько головы сейчас на метр ну литров наверное 90-80 есть головы и жалко выкинуть но я их и собираю ну ложек, ложек туда-сюда я их могу переработать но только для технической обработки чего-нибудь потом я например эти головы разбавляю краски или еще что-нибудь у меня работа постоянно вот только для этих целей не надо их пить в любом случае вы головы нормально не переработаете особенно в ваших условиях как вы показываете там у вас метр всего лишь там м8 это вообще нереально ну друзья нереально ну не обман судьбу как не судьбу блять а природу не наебешь конечно по-русски я говорю не бывает такого не бывает если оно так, так оно так и вы уже тут велосипед новый не придумаете да, да, да а все равно, говорят, получилось ну да, может быть, для вас это ненормально если люди блять бьют и нефть, можно сказать и они говорят, да охрените не замерзайку блять не замерзайку блять охрените но это не знаешь, что блять для всех это хорошо а кто ту мера поэтому, друзья, делайте правильные напитки не то, что вкусные вкусные они всегда получатся у вас делайте правильные напитки чтобы эти напитки были на пользу не только вам если вы угощаете кого-то, чтобы человек не отравился чтобы не было рук плохо, чтобы голова не болела то, что вы для себя делаете, это понятно вы можете для себя чего угодно сделать пейте, как говорится, на здоровье да а вот угощать надо если вы хотите угощать, то угощайте напитками правильными здоровыми я не бью себя в грудь но мои напитки пробовали многие не зря они, как говорится, первые места занимают не просто так же, да? однозначно поэтому, значит, что-то я могу что-то у меня получается значит, если я советую значит, я не пустую говорю поэтому дай бог вам здоровья, друзья с уважением к вам Южный поток и вот Андрюхов гостя всем здоровья ребята так, что, второй пошел этот самый как? нет я один, да? дай бог здоровья ааа, вкусно, бля желаю вам успехов в труде и большого счастья в личной жизни благодарю за внимание аааа ааа 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 Субтитры создавал DimaTorzok